так возьмите антоновку пишется на третье более полвека существует современный сорт либо молодой попробуйте изменить видите есть такое понятие антоновка классическая она действительно трудно изменить вот но изменяли сейчас антоновка в какой-то момент их было 20 вот а потом когда это антоновка ну давайте еще извините автопром это мы любим этим вот выпускали запорожца вот 82 году талон на это разворюху запорожца дали моему лучшему рабочему моей бригаде работал талон дали на эту разворюху это был страшный дефицит а потом уже появились жигули а потом появились эти самые там ну и так далее а потом им продавился маршедесы и прочее мазда так и тут антоновку классическую я ел и есть невозможно понимаете это очень посредственный вкус это довольно некрупное яблоко молиться на нее да у невероятно если она действительно стоящим нибудь запах невероятно но вы хотите на мерседесах ездить тогда вот тот самый сорт которого упомянули где он тут либо вот тогда его и с ними занимайтесь ну и что ну и пусть плывет далеко не уплывет кучу в случае вернется волкан контрну возобладает качество тонн ну и что хуже антоновка тоже не будет мы же говорим о прививках мы же не говорим о семенном размножении мичурин его классический из классических примеров антоновка привита на дикую яблоню с него берутся семена с привитой части с антоновка выращиваются семена ждут сплавношения и получились не антоновки а дикари и стоял он видимо вот подвои виноваты вот подвои виноваты это из-за него это потеряли годы антоновка не повторилось получился дикарь ну все закрыли эту тему прививаем и прививаем получился антоновка слава богу и такое может быть получился же другого на здоровье я сколько показывать их вот молодые дерева такие вот они и уже сразу а откуда взялась то ли ветром надуло то ли подвое подвое это красное это сибирь все идем дальше и люблю такие разговоры но на сто процентов другое дело как этого действий с вашей правоте хочется чего-нибудь такого помните песню добрый вечер вам дорогие садового привет из академбурга абрикосиковые четыре сорта но еще зеленые что-то долго изъем а у нас то это у нас дико засуха и дикая жара изъявлено только красное ранее начинает поспевать а яблони то у нас абрикосиковые зеленые так вишневойся поспела штамба начинает поспевать круша ларинская вся в грушках но они небольшие есть груши красуев говорит переходите также там переходите на современные сорта дело в том что питомники настоящие они кормили страну саженцами ну назовем это ну так же запорожцами стали если сансов это было это есть вот нужны супер груши груши которые спасибо или хотя бы как нет как получилось что у меня прививки кроме сварога который немножко уступает на молодом дереве тоже хорош есть 15 сортов абсолютно сладкий абсолютно а прививка на дикие груши не должны были спорт второе поколение не испортили третье поколение не портили урожае предельное на на тихая машинская груша ничего не замерзает ничего не болеет и знакомые все эти болезни никогда груши ни одну не опрыскал только ли раз жизни видел или два это насаженцы потому что не было это не эти самые не было травы на черном паре всегда цепляется это ты владея новгород привет из нижнего дверь всем добра света спасибо кашечкина всем привет у санкт-петербурга и константинович с днем рождения вторую долгую жизнь я же говорю не дождитесь так рикосины с днем рождения здоровья спасибо что вы есть спасибо решена вам за доброе проливание снова татьяна прошлом году заболела моя любимая вишня манилиозом сразу даже не читая дачу и если манилиозом не болеют их не просто болеют аманилиоз покрывает то что умерло уже умерло продолжаем в этом году все остальные вишни там все волосы на брикосе тоже появилась эта гадость тоже умирает подскажите каши бороться деревья не реже ничем не обрабатывать если вы будете обрабатывать от манилиоза она пожалуйста вы даже может вам покажется что что-то вроде бы потише стало на дерево умирало и будет играть значит смотрите мы сейчас не знаем есть такое понятие для меня я сам придумал новый термин история болезни волосы вишня выплевает корневая шейка только так абрикосы выплевает корневая шейка только так вот вишня я не знаю почему мы не знаем сейчас ничего вы говорите что деревья не реже не обрабатывают вот есть история болезни такая у меня первый момент она сама понятно когда-то же посадили вы и может ваш предшественник посадили в углубление начинает болеть уже вопрос по времени может быть 5 10 лет вот еще пришла пора и уже корневая шейка основание штамма подгнивает раз когда-то вы допустим их садили но когда садили я сто процентов уверен что вы пол кроны не отрезали вот вчера было это или позавчера было съемка телевизионная я взял половину отрезу а кто-то считает что это кощунство и дерево калеча видите как то есть историю болезни мы не знаем и абрикосы волосы вишня очень сильно выплевает посадили целиком а корней сборки на этот нос и тогда получается что вы еще не видите а уже внутри уже внутри начинается умирание обычно умирает самая сердцевина снаружи не видно вот переходит жизнь на камбия на края а середина она уже а когда только мельчина появилась считайте сто процентов там уже трутовик ну трутовик он есть свое ему положено гиги это мельчину есть он тоже не виноват вот и манилия грипп тоже не виноват не виноват у вас просто больные деревья они начинают загибаться это нормальное состояние уже потому татьяна что они и так давно 100 лет назад 20 10 лет назад были перевезены с юга с юга уже понятие как иронирование вы попробуйте вот это возле вас есть 10 километров встал ну четыре скандера возле вас есть обязательно госсоиспытательная станция посмотрите что там творится посреди как они выращивают посреди на что они живут посмотрите как директор я уже история старая но мне потрясла 10 лет назад что директор шоу испытательной станции до дальний восток по ночам работал кочегаром понимаете какая хрен наука вот и получается что получается что сейчас считать что вы где-то эти саженцы купили где-то районные сто процентов как вот александр николаевич говорит что там стоявшийся кто-то с 15-летний дерево взял привил и тогда получается раз это а антоновка антоновка чем хороша она одна из самых поростойких в мире культурных так если действительно антоновка и взята с 15-летнего дерева то тогда он уже болеть не может и мы не лезем тоже не может болеть и умирать не собирать а допустим вы правда взяли где-то на бочине дороги вот вам высылает особо какая-нибудь фирма там по интернету а где на 15-летнем дереве плодопитомники матрас то есть саду который выдает тысячи 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 иначе смысла нет саженцы надо же чтобы получить какую-то прибыль эти люди людей докормить вот чтобы на 15-летнем дереве набрали столько меток что тысячи саженцев вас никогда значит убирались ветки или не те отсюда уже не отморостойте сюда бы я купила антоновку так допустим вот антоновка нихрена не только вот и все вот саникой совершенно прав взять полностью повторить дерево невозможно потому что замучитесь и активизация дерева вот нарезать невозможно вот и наша песня хороша получается так скорее всего еще раз манилиозом не болеет манилиоз это нормальное состояние больного дерева хотя звучит странно да больное дерево нормальное состояние для россии это нормально дерево болеет покрывается грибом манилии . вот она ни при чем она обязана если бы не было гриба манилия у нас бы не было бы вообще ничего или садов бы не было вот странно звучит да когда это мы все поставим на место когда-то дожить бы только может и вы доживете повторять будете вот что нельзя настолько все перевернуть настолько все испохамить чтобы гриб который выполняет свою честную законную работу по переработке мертвичины не будет переработки мертвичины жизнь на земле остановится ну вот два-три а потом все умираем это последним у тех кто поубивал этих самых более слабых человеков вот отнимая у них последний хлеб придумать же такое вот это вот и вот это до сих пор я знаю мне потом воздастся потому что это то что я говорю сейчас звучит как дикость невероятная а потом будет звучать как откровение то самое откровение от которого зависеть будет жизнь садов наших а значит наших детей я покажу такое количество детей прекрасных садах то когда бы не знаю чтобы с этого с брянского института вы приехали поклонились бы вот этому олегу олеговичу мезинову и сказали ну хватит уже ладно надевались над нами теперь научите это должен прийти новый директор который совершенно не это сам с таким характер правду скажет научите а мы же люди простые я за сколько предлагал свою помощь помощь предлагал она не нужна кроме откровения ничего макаров уже все москву должен учить макаров становиться на место я волю счет сколько можно это издеваться тоже давно меня превзошел я шучу за счет издеваться